Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 8 июня и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллара, ну а я напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях к этому видео. Итак, по паре евро-доллар вчера мы увидели обновление локальных максимумов, доходили до отметки 1.1839, но к концу торговой сессии увидели коррекцию, но тем не менее закрылись все-таки выше открытия, что в данном случае пока подтверждает сохранение восходящего тренда. Что же происходит сегодня с утра? Уже торговля идет вблизи минимальных значений, которые были вчера на открытии, произошли и мы видим небольшую коррекцию по евро-доллару. Пока общего направления это не меняют, в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были примерно в области 1.1761, то можем ожидать в рамках часового таймфрейма начала нисходящего движения. Ну а более важный уровень по последней формации располагается на минимальных значениях 5 июня, которые были зафиксированы по цене 1.1651. Пока торгуемся выше данного уровня, основное направление сохраняется восходящее. По паре британский фунт и американский доллар. Также мы вчера обновили локальный максимум. К концу торговой сессии мы увидели закрытие примерно рядом с ценами и открытия. Ну и, собственно, сходили вчера и до уровня 1.3470 и опустились до 1.3337. Пока общее направление сохраняется восходящее, для подтверждения настроя двигаться на укрепление данной валютной пары, нам необходимо увидеть обновление локальных максимумов, ну и далее откроются предпосылки роста до 1.3552. В том случае, если пара британский фунт сможет закрепиться ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера по цене 1.3372, то в этом случае будем ожидать начала коррекционного нисходящего движения с вероятными целями снижения до 1.3196. По паре американский доллар и канадский доллар все еще мы торгуемся в сужающемся диапазоне. Сегодня с утра уже есть попытки обновления локальных максимумов, но для подтверждения настроя движения вверх нам необходимо увидеть торговлю как минимум выше уровня 1.336. После пробития данного уровня можем ожидать возобновления роста с целями до 1.32-1.333 соответственно. Но пока еще и вероятность снижения также сохраняется и данный сценарий будет актуален, если пара сможет пробить сначала минимум вчерашнего дня, который был зафиксирован по цене 1.2936, затем двинется в область 1.2858, пройдет его и тогда уже вероятность снижения до 1.27 сохранится. Пока сужающийся диапазон не дает определенности по данному инструменту. По паре американский доллар и японская иена на текущий момент тенденция восходящая сохраняется, хоть мы вчера и не увидели обновление локальных максимумов, закрылись фактически ниже открытия, но здесь пока мы держимся выше уровня минимальных значений, который был зафиксирован 5 июня по цене 109.47. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая сохраняется с целями роста до 111 и 112 соответственно. По паре австралийский доллар, американский доллар, уже сейчас в момент записи данного видео цена пробивает минимум, который был зафиксирован 5 июня, что в рамках последней формации нас переводит в фазу нисходящего движения. То есть отсюда покупки уже из покупок стоило было выйти. То есть ближайший уровень стоп-лосс имело смысл располагать на минимуме как раз 5 июня. Ну и собственно сейчас уже начинается формация нисходящая. Цели по снижению это область 75.14 и 74.66. Для присоединения на продажу здесь как всегда разумнее рассматривать коррекции, которые могут произойти в область либо уровня пробития, либо в тот диапазон, который был последние несколько торговых дней, а именно примерно область 76.35. По паре еврофунт. Вчера мы смогли закрепиться выше максимумов, которые были 5 и 4 июня зафиксированы по цене 87.87, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу восходящего движения. Ну и вчера мы доходили до уровня 88.38. На текущий момент фаза восходящего движения также сохраняется. Ближайшие цели роста это во-первых обновление локальных максимумов и движение до 88.96. Ну а ближайший разворот и уровень находится на минимальных значениях 5 июня, который был зафиксирован по цене 87.21. Золото продолжает движение восходящее. Торгуется сегодня с утра вблизи минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, прошу прощения, позавчера по цене 1293 доллара за тройскую унцию. Если золото удастся закрепиться ниже данного уровня, то в этом случае будем ожидать начало коррекционного нисходящего движения с предполагаемыми целями снижения до 1280. Цели роста это уход выше уровня 1302 и движение по направлению на 1301. По нефти марки Brent вчера мы увидели закрепление выше максимумов, которые были зафиксированы 6 июня, что в рамках часовой таймфрейм у нас переводит в фазу восходящего движения, то есть возобновление роста по нефти. И следующие цели движения это область 7930 и 8179. На текущий момент интересный уровень для присоединения в сторону роста будет это ретест уровня пробития, то есть снижение в области 7609, ну и соответственно ближайший разворотный уровень, то есть тот уровень, на который разумно расположить ордер стоп-лосс находится на минимальном значении 6 июня, который был зафиксирован по цене 7427. По индексу DAX мы смогли вчера закрепиться к концу торговой сессии ниже минимумов, которые были зафиксированы 6, 5 и 4 июня, соответственно, что в рамках часового таймфрейма у нас вновь переводит в фазу нисходящего движения по данному активу. Цели по снижению это область 12 550 и пробитие ее откроют предпосылки на дальнейшее снижение уже в область 12 300. Возврат к покупкам будем рассматривать после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы на этой торговой неделе в области 12 920. Ну и биткоин на текущем тенденция восходящая в рамках часового таймфрейма сохраняется. Цели роста это уход выше максимумов, которые были зафиксированы 3 и 2 июня в области 7741, ну и далее уже движение на 8000 долларов за один биткоин. Ближайший разворотный уровень по последней часовой формации относим на минимальное значение 6 июня, отметка 7443, ну а среднесрочный уровень пока располагается все также на минимальные значения в области 7310 долларов за один биткоин. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Исаков Роман, всем желаю хорошего завершения торговой недели и увидимся уже на неделе следующей. Всем спасибо и до свидания.